это вы давайте потому что обширный ситуация следующая у нас сейчас ребенок в срыве после второй реабилитации уже у него год и два чистоты был но он сорвался сорвался мы это понимаем но прям таких откровенных доказательств нет и он естественно все это отрицает естественно если мы будем продолжать причинять боль так скажем и пытаться раскопать эту ситуацию до конца но это приведет еще более к лучшим последствиям правильно тогда друзья мои во первых сейчас я хочу с вам сказать что я же не баба нюра которая зрит сквозь стены вот я не понимаю что такое ребенок это сколько лет во первых 22 до вот 22 во вторых с чего вы взяли что он сорвался какие факты но его не было дома практически четыре дня на работе он не появлялся естественно на работе сказал что он дома дома сказал что на работе и да значит хорошо я хочу сказать что наука диктологии наука зависимостях про просчитывает и прописывает и расширяет и рассматривает все ситуации которые возможно в этих процессах когда человек выходит из центра то ему предлагается в хорошем центре нормальный взвешенный выверенный договор между семьей и пациентом с тем чтобы облегчить потому что вы тоже не бабы нюры и вы тоже будете все время в напряжении так напряжения хватает для этого надо какие-то такие тестовые вехи обозначить когда это что поможет и ему и вам понимать что все все понимают поэтому приходить домой тогда-то по вашему требованию сдавать тест допустим или там не сдача теста по просьбе считается нам продолжением употребления и прочее любой договор имеет смысл когда в нем прописаны санкции что будет если вот и здесь тоже у каждой семьи свои возможности и что называется надо делать ровно тот шаг на который вы способны как говорится чтоб штаны не порвать вот как это говорили наши предки поэтому однажды там одна семья решила выгнать из дома они были два доктора наук и когда они пришли ко мне на консультацию сообщить об этом решении чтобы двигаться дальше выработки стратегии какой-то я я посмотрела потому что у нее точно по инсульту будет до этого мерзавца будет все равно а их точно они не переживут если они выгон понимаете и здесь каждая семья должна делать тот шаг на который она способна двигаться вперед способна вы ему отказать проживание это одна история способна вы ему подрезать что-то что вы способны подрезать кто-то холодильники переставлял в это никогда и никому не было приятно ему оставалась полочка макароны то все с голоду не помрет но тип того что мы тебя но не можем не хотим не должны мы не должны помогать тебе умирать когда мы создаем тебе комфортные условия для проживания видео что ты употребляешь а на наркотики у тебя деньги есть мы точно не будем работать на твою смерть мы в жизнь твою будем вкладываться сынок поэтому должны быть четкие ясные оговоренные правила когда люди живут в одном семействе они должны уметь договариваться вот и выполнять договоренности если таковые имеются вопрос вы подписывали договор когда он ну а как это во-первых реабилитация вообще в принципе не вела такого политики они как-то выходили оттуда постепенно она набирается по центров я судя по вашему акценту вы понимаете как я к этому отношусь и потому что фуфломецин этот уже утомил ужасно все хотят денег зарабатывать и некоторые просто не умеют работать вообще никак потому что без это протокол лечения наркологических больных так скажем включает в себя обязательно но дать ему навыки здоровой жизнедеятельности центр должен делать то что должны делать родители по каким-то причинам не случилось ладно тогда центр берет эстафету помещает и создает терапевтическую среду с правилами с научающим опытом с тем с другим с пятым с десятом и семье семья идет на семейную терапию по выходу они сходятся подписывают договоры входят следующий этап когда родители что-то такое там меняет своем поведении осознав что надо бы изменить пока он лежит тут вы ходите туда и уже встречаетесь вы уже знаете какую на что вам бить и что вам чуть-чуть иногда там подкрутить то немножко вот и и и это следующий этап потому что все равно даже какой бы идеальный не был центр ложится в центр 3 за пьяный сукин сын выходит из центра трезвый сукин сын и родителям как раз отдают его чтобы они продолжали эту вот стратегию потому что надо время когда-то в чай это чай бросили в кипяточек так надо время чтобы заварился настой этот вот поэтому как бы но я не знаю я не виновата вам надо его ловить и подписывать с ним договор как он там что воспринимает я не знаю важно что если он приходит домой не трезвый и скорее всего приносит на кармане наркоту то ваша квартира воспринимается как притон статьи читайте экзотра сфср это деятельность запрещенной на территории российской федерации хотите чтобы менты влетели и вам повесили какой-нибудь там это что-нибудь такое но и не самое лучшее удовольствие поверьте мне когда ему дадут вот и прикладом по ребрам я вас уверяю всегда одно и то же чьи наркотики сука если они приехали они уже положили в четыре как минимуме место они просто так не выезжают мамины чья квартира папина вот и даже видела в крестах маму который на себя взяла в надежде что в сын осознает угадайте с трех раз а статья была от 8 так на минуточку за количество наркотиков вот поэтому вы играете очень опасные игры и обращайте внимание совсем не на то контроль не хочет жить по правилам семьи имеет право собрать манатки идти ему 22 года я думаю там ребенок мальчику там 16 лет там и что еще я не знаю я не говорю что что только так или так между этим есть еще какие-то варианты просто не готова сейчас с вами это обсуждать потому что это не индивидуальная консультация просто я к тому что придат предоставьте вы обязаны дать ему научающий опыт сынок если ты такой взрослый а ты правда вырос и как бы нам не было прискорбно ты имеешь право даже засовывать свожить задницу себе и сливать ее в унитаз ну вот нам очень больно но мы твои родители мы про жизнь мы никогда не сможем смотреть спокойно как ты на наших глазах здесь оплачивать тебе центра всю оставшуюся жизнь молотить на это ну как бы не очень нам нравится потому что дорога тебе показана есть варианты если вы здесь живете есть на каждом углу группа анонимных наркоманов если нет в онлайне от стока нон-стоп 24 на 7 и там есть люди которые выздоравливают которые живут в медвежьих углах и ходят на онлайн вот главное чтобы он захотел а если он ничего не хочет тогда вам надо принять решение а ну может он просто за влюбился и загулял и вы придумываете что-то ну да давайте сейчас я просто извините но мы не можем просто отдаться этому процессу вы можете вам предложить сдать тест есть этот сынок трезвый то тебе это будет совершенно безразлично а мы извини нервно больные ну так и поехали бы издали по крови или по волосам то вы понимаете вас больной ребенок он умереть может каждую каждый день а вы какие-то цирлихи манерлихи наводите так нельзя он понимает это не он с вами говорит его такая сука рогатая с такими рогами держит за мошонку вашего ребенка и он себе не принадлежит он попался наглухо я оттуда откуда не выйти поэтому здесь должны быть такие родители очень крепкие и лучше перебдеть чем недобдеть поверьте мне что с этим делать и у меня кардинальные какие-то версии взять и выглядеть дома а вы на группу ходите последнее времени я слышу сколько месяцев он был в центре за это время вы могли уже на каждый из этих ответов по вопросам поставить ответу здесь но такое количество но людей которые подвижники они идут по этим шагам и они победители они своим поведением своим детям помогли и так далее вот и мне странно но не странно что вы должны были сразу идти на группы есть мужские группы есть семейные группы есть разные группы потому что вы сейчас задаете немножко детские вопросы и это очень опасно вашем положении ваш сын во власти болезни вот поэтому тут не надо отложить сторону сказать сынок ты извини пожалуйста мы никогда не жили с наркоманом мы очень растерянно сейчас ты очень агрессивен ты какую-то свою политику ведешь нам трудно догадаться что там у тебя за пазухой мы живем с тобой в одном доме в мире бушует вич гепатит все такое ты уходишь на четыре дня где-то ночуешь кого-то трахать сюда приходишь на туалет ходишь полотенцем подтираешься ты извини ты ты ничего не перепутал давай хоть как-то немножко так это по ответственнее хочешь жить один живи один давай обсудим этот вопрос обо всем можно говорить но вы понимаете в чем дело часто дети очень часто дети презирают родители которые не способны не украсть не покараулить все это наводит где-то это демократию которые не существуют в природе иногда надо вот стукнуть и по столу нормально мне в этом смысле я всегда говорила еще раз убедилась мне нравятся истерички да и сразу понятно это можно это нельзя и никаких этих шизофрении от смешанных сообщений слишком деликатных мам а то один аутизм шизофрении наркомания потому что мама такие демократичные откуда-то взялись прямо страшное дело но у вас вы живете не в дни не сыном выживала сама еще одна особь живет наглая винта урога я такая жирная которая поселилась вашем доме и вам надо изгонять это и не надо демократичничать там где не надо идите на группы по по специалистам не набегаетесь там куча людей у которых богатейший опыт и вы там вот и силы наберете и опыта наслушаетесь и примите решение которое вам подходит вот такая вот история простите за эмоции